МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а сейчас переходим в рамках университета рабочих корреспондентов Фодорабочая Академия уже непосредственно к нашей лекции о создании предпосылок социализмов в современной России. И будет читать, как я уже объявил, сам ректор университета, кандидат экономических наук Галхо Виктор Иванович. Ну и порядок у нас такой. Значит, заведенный, напоминаю, что все вопросы в письменном виде, пожалуйста, кому, если бумага нужна, здесь бумага есть, лектор и ректор ответят на все вопросы по завершению лекции. Потом, если кто пожелает, выступить. Ну и заключительное слово, как обычно, Виктор Иванович. Виктор Иванович, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, дорогие товарищи. Тема занятия озвучена. Ну, как известно, социализм, коммунизм, точнее, является отрицанием капитализма. Он приходит ему на смену. Это объективный процесс. Мы сегодня постараемся рассмотреть эти общие закономерности. И вторая часть. Рассмотреть, как идет процесс созревания предпосылов социализма к капитализму. Начнем с того, как на эти, так сказать, процессы рассматривали и, так сказать, обосновали классики марксизма. Прежде всего, Маркс Энгельс, затем Ленин. Главное произведение марксизма, как известно, капитал. Первый том капитала был написан в 1867 году. В нем есть замечательная, одна из последних глав, 24-я глава и, наверное, широко известный, седьмой параграф этой главы. Историческая тенденция капиталистического накопления, где Маркс вкратце обобщил, собрал те выводы, которые вытекают из, так сказать, рассмотрения всего первого тома капитала. Первое, что социализм, ну, скажем, в отличие от феодализма, он не возникает кусочки элемента социализма в недрах капиталистического общества, возникают только некоторые объективные условия или предпосылки. И они возникают в ходе самого развития капиталистического процесса производства. То есть вот сначала идет капитализм свободной конкуренции, где частные капиталисты борются друг с другом, один побивает другого, идут процессы концентрации, централизации капитала и производства. С другой стороны идет, так называемый, процесс обобщиления производства, то есть усиления его взаимосвязи, когда капиталист работает не на себя, а на все общество. И с другой стороны он производит продукцию, потребляет, так сказать, какие-то, так сказать, полуфабрикаты, то есть ему поставляет свою, так сказать, продукцию, капиталисты десятков, сотен, а то и сегодня тысяч поставщиков. То есть вот капиталистическое производство, с одной стороны, вот идут процессы его укропления концентрации, централизации капитала, с другой стороны усиления вот этого общественного, так сказать, обобщиления производства, усиления его взаимосвязи. И вот это основное противоречие капитализма, противоречие между частной формой присвоения и усилением его общественного характера, развивается, обостряется. И, как дальше пишет Марс, такую образную нашел формулировку, эта капиталистическая оболочка взрывается, бьет час капиталистической частной собственности. Это одна сторона медали, один процесс. Но что значит, эта капиталистическая оболочка взрывается? Что, мы можем спокойно сидеть, пить чай или кофе и ждать, когда процесс произойдет? Нет, конечно. Есть единственная материальная сила, которая способна осуществить переворот социалистический. Это сила пролетариат, рабочий класс. Вот этим Маркс заканчивает свой капитал. Но при этом он делает необходимые, скажем, пояснения, что рабочий класс также должен быть готов к этой своей исторической миссии. Он, Маркс пишет, во-первых, в ходе капиталистического производства. Значит, рабочий класс А, он объединяется, Б, организуется, и В, обучается. Вот я как-то это замечание, мысли Марса пробегал мимоходом, и вот только сейчас обратил внимание. Но объединяется почему? Потому что капиталисты, так сказать, нанимают наемных рабочих, и где они оказываются? На предприятиях, на фабриках, на заводах. То есть сам капитализм этих рабочих, наемных, он группирует, так сказать, объединяет в одном месте. В ходе этой работы, что делает рабочий класс? Он организуется, организуется и самим процессом капиталистического производства, и той борьбой, которую ведет, пока еще, так сказать, первоначальной борьбой за свои экономические интересы, скажем, за получение условий труда, за повышение заработной платы. И третье, он обучается. Но я думаю, что Марс имел в виду обучение в широком плане, не только обучение грамоте, обучение специальности, и, в принципе, обучение вообще, организованной борьбе за свои интересы. Вывод следующий. Что в целом, в развитых странах капитализма капитализм созрел для перехода в социализм. Ну а развитые страны в те годы, это была Англия, Германия, Франция. Значит, дальше переходим к взглядам Ленина. Поскольку капитализм на месте не стоял, он развивался, с одной стороны. Во-вторых, Владимир Ильич Ленин эти изменения все уловил, теоретически обосновал, и внес, скажем так, развил взгляды и выводы, сделанные Марсом и Энгельсом. Ну, во-первых, вот тот общий вывод, что единственной материальной базой социализма является вот это крупнокапиталистическое обобщественное производство, Ленин вот всю жизнь в своих работах отстаивал, начиная с самых первых. А в те годы, когда вот еще и молодой Ленин имела место в России, бытовала точка зрения, исходившая от народничества, что основой социализма может стать крестьянская община. Нет, Ленин здесь критиковал, огромный его труд большой, развитие капитализма в России, в том числе посвященный этой проблеме. Он однозначно стоял на той точке зрения, что единственной материальной базой социализма является крупное машинное производство. И это он повторял на протяжении всей своей жизни. Вот более поздняя работа, Карл Маркс, 26 том, «Об обчисление производства и труда вот главная материальная основа неизбежного наступления социализма». Это первое. Второе. Но ведь капитализм, как любой развивающийся организм, он не стоит на месте. Он проходит определенной стадии своего развития. Если, так сказать, период жизни Марса и Энглеста это был капитализм свободной конкуренции, который уже начинал прирастать в следующий, так сказать, этап, то этот процесс уже свершился в конце 19-го, начале 20-го веков. То есть капитализм перерос в монополистический капитализм. И затем поднялся на последнюю свою ступеньку государственно-монополистический капитализм. И Ленин сделал следующий вывод, что государственно-монополистический капитализм это полнейшая материальная подготовка социализма. Ну вот в чем здесь, то есть, это отличие? Ну и Ленин добавил вот это прилагательное, это слово «полнейшая подготовка». То есть между государственно-монополистическим капитализмом, вот этой ступенькой капитализма, и ступенькой, называемым социализмом, никаких промежуточных ступеней больше нет. Вот второй вывод, который сделал Ленин. Вот если мы посмотрим на нынешнее состояние теоретиков или тех, кто мнятся теоретиками, вот есть такая коммунистическая партия, «Коммунисты России». Вот они в названии даже дважды употребили слово «коммунизм», чтобы, видимо, обратили внимание. Вот в программе этой партии есть такая замечательная в кавычках фраза, что сегодня мы имеем вторую ступень государственно-монополистического капитализма, так называемый транснациональный капитализм. Как бы новая, в кавычках, слова теории. Мы идем дальше. Монополистический капитализм родил более развитые формы самого капитализма. И Ленин делает следующий вывод. Что? То есть он повторяет основополагающий вывод Марса и Энгельса, что производственные отношения социализма не могут возникнуть в капитализме. То есть ни кусочки, ни элементы. Их надо строить после совершения социалистической революции и установления диктатуры пролетариата за исключением наиболее развитых форм. И Ленин эти формы анализирует и перечисляет. Но самый такой показательный пример – это банки и банковская система. Ну, мы хорошо знаем, скажем так, что банки – это… То есть есть сфера производства, где действуют промышленные капиталисты, и сфера обращения, где господствуют, функционируют банки. И функция банков – это обслуживать производство. То есть чем занимаются банки? Осуществляют расчеты между капиталистами, аккумулируют, собирают временно свободные средства, предоставляют кредиты. Так вот, в условиях монополистического капитализма уже банки становятся центрами общественного счетоводства. Или, как писал Ленин, это нервные узлы, такая крылатая красивая фраза – нервные узлы экономики. Это тот аппарат, который рабочий класс после совершения революции и строительства социализма может взять готовым у капитализма. Ну, давайте сейчас такие простые примеры. Все мы ходим в магазины, наверное, да? Особенно в крупные, типа «Окей», «Ленты». Если вы обратили внимание, стоят ряды банкоматов, выкрашенные в разные цвета. Банкоматы разных банков. Но все они выполняют одну функцию. То есть, если у вас есть банковская карточка, вы можете ставить ее в любой банкомат и взять необходимую вам сумму денег. Причем без разницы. Единственное, с вас комиссию возьмут, если это карточка другого банка. Но функция-то одна и та же. Поэтому, скажем, даже в условиях капитализма вполне возможно, так сказать, предположить, что может действовать один банк, который будет обслуживать процесс капиталистического производства. Дальше те развитые формы капитализма, которые могут быть взяты, как бы, ну, практически готовыми. Железные дороги, пожалуйста, страховые учреждения, крупнейшие синдикаты. Вот в России, особенно после, или в ходе Первой мировой войны, шло бурное развитие государства монополистического капитализма, вот образовались, образовались так называемые синдикаты. Синдикаты – это форма монополистического объединения, когда, скажем, капиталисты, оставляя, так сказать, свою производственную, там, юридическую самостоятельность, но вопросы сбыта продукции, проведения ценовой политики, они уходят, так сказать, в одно место, так сказать, образуется один орган. Так вот, в тех Россиях, в тех условиях царской России уже, даже это определялось и государством. То есть, настолько шел процесс обобществления, монополизации быстро. Вот третий вывод. И четвертый вывод, который сделала Лена уже позже, в ходе строительства социализма, в отношении рабочего класса, что только городские, фабрично-заводские, а именно промышленные рабочие, в состоянии руководить всей трудящейся массой в деле свержения старого общества, строительства нового общества, вплоть до полной победы уничтожения классов. Вот такое вот необходимое уточнение. Ну вот, дальше Ленин рассматривает, вот рассмотрев те изменения, которые произошли в современном ему капитализме, уже государственном, баллистическом, ставит вопрос, вообще, как относиться к этому с точки зрения коренных интересов рабочего класса. И отвечает, что рабочему классу не безразлично, при каких условиях будет совершен переход к социализму. И, конечно, было бы лучше, если бы этот переход был осуществлен при более благоприятных условиях, с меньшими жертвами, с меньшими трудностями. И об этом Ленин писал неоднократно, ну, во своих работах, особенно вот перед революцией и даже после революции. Вот я хочу, так сказать, один период истории напомнить. Вот, свершилась революция, установлена диктатура пролетариата. Начался процесс национализации, средств производства. Ну, была, так называемая, вот, так сказать, первые шаги получили название красногвардейской атаки на капитал. Появились проблемы и сложности. С чем они были связаны? А вот с той особенностью России, совершившей вот этот скачок к социализму. А эта особенность следующая. То есть, с одной стороны, это был самый передовой государственно-монополистический капитализм, с другой стороны, самое отсталое, советское хозяйство. То есть, Россия, с точки зрения, скажем, развития капитализма в сельском хозяйстве, то есть, там еще были, господствовали, пережитки даже феодализма, помещичья строят. И по населению почти 100 миллионов его составляли крестьяне. А крестьянин, по своему социальному положению, это мелкий товаропроизводитель. То есть, с одной стороны, он труженик, с другой стороны, он мелкий буржуар. И вот Ленин говорит, что у нас сейчас такая проблема. Не идет борьба между капитализмом и социализмом, а идет борьба между, с одной стороны, мелкобуржуазной стихией и остатками, еще раз, оставшимся сильным капитализмом, и, с другой стороны, социализмом и государственным капитализмом. И он вопрос даже так ставит. Если бы через несколько месяцев или через полгода у нас установился бы государственный капитализм, это было бы громаднейшим успехом. И вернейшей гарантией того, что через год у нас окончательно упрочится и непобедимым станет социализм. Левые коммунисты были такие, дизели, накинулись на Ленина, на большевиков, тех, кто поддерживал позицию Ленина, с обвинением в измене делу пролетариата, коммунизма и т.д. Но жизнь показала, что Ленин был, конечно, прав. Переходим к сегодняшней России. То есть мы рассмотрели взгляд Марса и Энгельса, развитие взглядов Марса и Энгельса на вопрос создания предпосылок социализма Ленина. Давайте теперь посмотрим на нашу современную Россию. У нас сейчас капитализм. Вроде никто с этим не сплывет. Но вот как у нас этот капитализм возник? Не как в тех странах, которые, скажем, при Марсе, при Энгельсе были, Англия, Франция. То есть из феодализма. Когда он там вызревал, там возникали производственные отношения капиталистические, и потом возникает класс мелкой буржуазии, крупной буржуазии, и только политическая, стальная революция буржуазная приводила в соответствии. Российский капитализм возник как отрицание социализма. А социализму присуще крупное обобщественное производство. Причем производство, которое, скажем, на порядок принципиально выше самого обобщественного капиталистического производства. И какой у нас прошел процесс? Ну, понятно, что, во-первых, прошел процесс разрушения вот этого самого производства. Вот у нас прошло 25 лет. Уже круглая дата. Можем считать. С 1991 года по 2016 такое 25 лет капитализма. И статистика наша по-прежнему дает цифру, что объем промышленного производства в нашей России так и не достиг уровня промышленного производства РСФСР составляет порядка 80%. То есть процесс разрушения производства, а повторяю, это единственная материальная база социализма, он не остановлен. Это первое. Второе. Вот те развитые, точнее, формы капиталистического регулирования экономики, формы капитализма, которые свойственны развитому капитализму, они как-то вот нашим правящим классом буржуазным, его комитетом по делам управления буржуазным и государством игнорируются. У нас на протяжении этих лет в головах и в деятельности правящего класса господствуют методы регулирования капитализма архаично устаревшие, которые были свойственны этому самому капитализму и так лет 200 назад. То есть методы свободной конкуренции. То есть помноженные на процесс разрушения производства они по-прежнему у нас тянут вниз. Ну, с точки зрения, конечно, если мы считаем себя сторонниками диалектики, мы должны понимать, что действуют противоположные тенденции. И отдельные примеры того, что у нас и создаются производства есть, и как-то делаются отдельные попытки применять и более, передовые формы государственного регулирования. Но скорее это действует, как бы, противовес основной генеральной линии. Второе. Что касается рабочего класса. Ну, я напомню, что в начале 20 века численность рабочего класса составляла порядка 4 миллионов человек. То есть вот эти 4 миллиона человек были той материальной силой, которая, так сказать, возглавила, так сказать, участвовала, приняла основную тяжесть борьбы за социализм. Значит, сейчас современная Россия порядка 25 миллионов по одним данным, по другим 28 миллионов рабочих. Но если брать промышленность, то есть вообще промышленных рабочих, 10 и 11 миллионов, и численность продолжает сокращаться. То есть с точки зрения вот тех вот объективных условий сказать, что они у нас отсутствуют, конечно, нельзя. То есть есть еще производство промышленное, есть рабочий класс с такой численностью. Поэтому говорить о том, что объективных предпосылок социализма в России нет, это неправильно. Но я напомню, что во времена Ленина были такие меньшевики, был такой Суханов, который написал статью, что незачем было совершать революцию в России, она не созрела для революции, и для социализма вообще, на что Ленин ответил, известной статьей по поводу заметок Суханова. Но вот в наше время я как-то не встречал такой позиции, что кто-то из наших сторонников говорили о том, что Россия, так сказать, не созрела для революции. Поэтому где-то, кстати, в отдельных каких-то блогах, так называемых, в интернете встречаются, но массово ее нет. Другое дело, вот тот вопрос, на который неоднократно обращал внимание Ленин, что рабочему классу не безразлично, при каких условиях будет совершен этот переворот. И, конечно, было бы рабочему классу более выгодно, если бы, так сказать, существовали более развитые вот эти предпосылки социализма. Давайте вот рассмотрим, вот даже на каком-то отдельном примере. Вот у нас параллельно с занятием в рабочем университете начались занятия в красном университете. Но, должен сказать, что в этом году набор гораздо больше, чем в прошлом. Порядка 300 человек, если не ошибаюсь, в прошлом было 70-80, кто был на первом занятии, помнится, здесь зал был битком набит. Люди, да, стояли, окружаются, да. Это очень приятная тенденция, в чем люди в основном молодые, поскольку я проводил занятия, подтверждаю. Это говорит о том, что народ, люди тянутся к марксизму, пытаются найти ответы на эти вопросы, которые они не могут найти где-то в ином месте. Но, все-таки, когда спрашивали, сколько рабочих, их оказалось совсем немного. Вот я задал вопрос, почему рабочих оказалось немного на занятиях? Хотя, как мы все понимаем, что именно рабочий класс, он наиболее восприимчив пролетарской идеологии. Мне кажется, ответ здесь лежит хоть на поверхности. А просто он сейчас поставлен в такие условия, чтобы не дойти даже до этого. и это пока вы сейчас на примере. Вот мы с вами часто рассматривали, ставили задачу достижения, совершенно правильная задача, повышение борьбы за повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. Напомню, что по тем расчетам, которые делали, в том числе, кстати, слушатели университета Красного и представители докеров и фонда рабочей академии, это порядка 250 тысяч при одном работающем, это на 11-й год, и где-то 143 тысяч рублей на семью при двух работающих. Ну а семья нормально, чтобы, сказать, страна не вымирала, развивалась, муж и жена и трое детей. Это стандартная ситуация. Ну вот я обратил внимание, что мы иногда говорили, что сейчас средняя заработная плата, она составляет, где-то находится на уровне 20% от уровня стоимости рабочей силы. Ну вы знаете такой анекдот, да, про среднюю температуру по больнице 36,6? Вот, я могу вам сообщить, так сказать, победное, ну не победное, так сказать, сообщение Петростата, что средняя заработная плата в Санкт-Петербурге порядка 47 тысяч рублей. Ну вот я стал разбираться, вот, ведь разная же категория работников. Ну пришлось покопаться в нашей, так сказать, статистике, вот она не ведет, ведет делать отдельные выборочные исследования, но все-таки удалось кое-что найти. Значит, удалось найти данные, а какая средняя заработная плата рабочих на конец 2013 года. Причем по двум категориям, там много перечисленных специальностей, но, как правило, берут две категории, это квалифицированные рабочие и неквалифицированные. Квалифицированных рабочих у нас порядка 18 миллионов человек, а неквалифицированных 7 миллионов. Всего получается 25. Значит, и при этом надо посмотреть, есть такое понятие, называется прожиточный минимум. Что это такое? Это тот минимум, который должен получать человек, чтобы не умереть. Если он получает меньше, это прямой путь на кладбище. Значит, на сегодня прожиточный минимум, он несколько разница в зависимости от того, трудоспособный или пенсионер или ребенок, от территории. На начало года в целом он составлял 10 тысяч рублей на человека. Поэтому, если мы будем сравнивать со стоимостью рабочей силы, брать семью, нормальную семью, в которой должно быть мужем или трое детей, на пятерых прожиточный минимум у нас должен составлять 50 тысяч рублей. Ну вот, запомним эту цифру. Что получается? Возьмем квалифицированных рабочих. Значит, заработная плата была, средняя заработная плата квалифицированных рабочих в конце тринадцатого года 28 тысяч. Я умножил на коэффициент роста зарплаты за два года, за 14-15 год, ну и вычел налог на доход физически 13%. У меня вышло, что средняя заработная плата рабочих на сегодня составляет 27 тысяч 800 рублей. Два варианта дальше. Предположим, жена сидит с детьми. У нас есть размеры пособия, определены, скажем, до полутора лет. На одного ребенка 2900 рублей, на второго и третьего по 5800 рублей. Всего получается 14500 рублей. Складываем, получаем доход на сегодняшний день, рабочий, получается 27900 рублей. Я извиняюсь, это я не 43200 рублей. Сравниваем с прожительственным минимумом. Он меньше. Речь идет о квалифицированных рабочих. Что касается неквалифицированных, которых 7 миллионов человек, то там средний заработок у меня получается 13400 на сегодняшний день, с учетом налога на доходы физлиц. Если, скажем, жена не работает, а получает пособие, то общий доход 27900 рублей. Ну, почти в два раза доход ниже. То есть, получается, на сегодняшний день в нашей, так сказать, России современной капиталистической рабочей и квалифицированной, и неквалифицированной поставлены в условия вообще выживания. По сути, вымирания. То есть, что они вынуждены делать в таких ситуациях, чтобы выжить? Заниматься переработки, раз, работать на других работах, по выходным на дачах. Ну, вот вопрос, значит, кто дойдет до того, чтобы еще позаниматься, почитать капитал. Только единицы, наверное, самые крепкие. Это одна сторона медали. Второе. Вот есть такое понятие кадровые рабочие. Впервые об этом вопрос стал уже после революции, при приеме в партию, когда часть рабочих погибла в годы гражданской войны, затем, с другой стороны, пошел сборный процесс индустриализации. Кто пополнял ряды рабочего класса? Крестьяне. Вот представители, имеющие двойственный характер, трудящиеся с одной стороны, с другой стороны, вот тут мелкие буржуа. Поэтому, если человек, вот крестьянин, сегодня встал за станок, то можно сказать, что уже вечером он будет насквозь пронизан полностью на 100% пролетарской психологии. Наверное, нет. Наверное, вот этот, сказать, остаток мелкопроизводства будет еще долго тянуться и должны быть годы пройти, чтобы, сказать, действительно выработалась пролетарская психология человека. И с этой проблемой столкнулась партия большевиков, и тогда вот возникло понятие кадровые рабочие, если не ошибаюсь, считалось, что кадровые рабочие тот, кто 10 лет как минимум проработал вот за станком. И вот эти рабочие как бы составляли, должны были составлять остяк нашей партии и вообще, так сказать, цвет рабочего класса. Что у нас сегодня в России происходит? Вот я взял за пример Ижорские заводы, известный завод. Вот, кстати, здесь на днях в одной из местных газеток была статья комитета по труду и занятости, которые как бы с горечью констатировали факт, как умирают, так сказать, предприятия. Вот пишут, что в советское время на Кировском заводе и его филиале в Тихвине работали около 80 тысяч человек, на Ижорских заводах 60 тысяч. Сейчас на Кировском 5-6 тысяч человек и вряд ли они будут набирать больше. Значит, я зашел на сайт Ижорских заводов, сейчас это можно делать, там дают такие цифры. 3600 работающих, всего на все, а было 60 тысяч. Рабочих 2300. И вот интересный показатель. Оборот по выводу 17%. Что это означает? Это значит, в 5-6 лет вот так идет сменяемость рабочих. То есть, у нас не формируется вот тот слой или прослойка рабочих, которых можно назвать кадровые. То есть, люди приходят, начинают работать, получают такую зарплату, вынуждены где-то еще подрабатывать по вечерам, по ночам, по выходным дням. организм изнашивается, получаются травмы, и в конце концов худший вариант это снег. А что капитализма? Пожалуйста, вот есть безработные, которые готовы заменить, если не своих, есть мигранты. Вот такой идет процесс. То есть, это, скажем так, негативный процесс. Значит, что на наш взгляд можем мы сделать и нужно делать, и как относиться к этим процессам? но я думаю, что мы должны относиться так, как вот Ленин писал, что мы заинтересованы в таком развитии капитализма, в таком ее движении, которое нас приблизит к социализму, и сделает переход к социализму более осуществимым, более легким, с меньшими жертвами для тех, кто, значит, чьи плечи ляжет это, и уже лежит борьба, без всего рабочего класса. Поэтому, на практике, в чем это выражается? Я по-простому попытаюсь. Значит, если капиталисты, но вообще, кто строит, возвращаясь, значит, единственной материальной базой социализма являются крупные машины-производцы. Значит, если строятся заводы, а кто их строит? Капиталисты. Значит, эта база появляется. Если есть заводы, значит, появляется рабочий класс. появляется та и материальная база, и материальная сила, которая способна осуществить переворот социалистический. Второе. Значит, если комитет по делам управления буржуей, то бишь, буржуазное государство, скажем, будет применять развитые формы государственно-монополистического регулирования, это тоже будет создавать более зрелые предпосылки социализма у нас в стране. Поэтому, с одной стороны, мы должны подсказывать этому классу капиталистам, как действовать. То есть, не разрушать ту основу, на которой, кстати, их прибыли, их существование, возможно, а чтобы они развивали, то есть, строили заводы, а не разрушали их. В отношении рабочего класса. Ну, мне кажется, положение достаточно серьезное. Глядя на это, конечно, тяжело вытащить рабочих, скажем, на учебу, сюда, в Красный университет, либо куда-то иной, на какие-то действия. Конечно, мы здесь должны оказать ту помощь, которую мы можем оказать в том, чтобы вот эту зарплату, прежде всего, а я понимаю, это пока экономическая борьба рабочего класса, не просто подтянуть к уровню стоимости рабочей силы, как минимум, в эстонном порядке, чтобы она превысила этот самый прожиточный минимум. Поэтому те лозунги, которые, скажем, сейчас есть, это борьба за повышение уровня заработной платы, реальной заработной платы до стоимости рабочей силы, остается актуальной. И тот вывод, лозунг, который был сделан на заседании Российского комитета рабочих, сокращение рабочего дня до шести часов к сохранению заработной платы, они кладутся в единую линию. И наша задача, конечно, здесь, вот теми силами, которые есть, в первенстве, через нашу прессу, через наши занятия, через систему интернета, всячески пропагандировать, доводить до рабочих, помогать. Спасибо. Виктор Иванович, спасибо. Так, вопрос у Пил от трех товарищей вопросов. Выдержит ли планета новую революцию? Это первый вопрос. А, нет, есть ядерное оружие, ядерное захоронение, атомные электростанции, химические заводы, склады, которых сейчас больше сотни раз, чем во времена марса. И население утроилось. Конечно, выдержать. Что есть такого? Более того, на этих же химических заводах, атомных электростанциях работают те заработчи, которые будут совершать эти перовороты. Они, в первую очередь, будут заинтересованы в том, чтобы там все был полный порядок. Я говорю, экологическая катастрофа может быть. Что же, так хирургическим путем будем все делать? Сложился ли в настоящее время в РФ государство-монополистический капитализм? Вопрос первый. Значит, я бы сказал так. Идет процесс становления российского государства-монополистического капитализма. Идет противоречивый. Ну, так сказать, что уже полностью все. Мы являемся такой же, так сказать, государство-монополистическое, империалистической страной. Да, как скажем, Соединенные Штаты Америки. Нельзя. Еще рано. Есть ли в РФ субъективный фактор революционная партия рабочего класса? То же самое. Партия становления. Но я могу сказать, что по программам, которые являются марксистскими, есть две у нас партии. Это РКРП и Рабочая партия России. Но сказать, что либо та, либо другая стала авангардом рабочего класса, а партия какие-то, авангард класса, пока еще нельзя. Идет процесс становления. Российский империализм является ли он марионеточным, зависимым от американского? Или он независим? Это первый вопрос. Экономически он зависим, конечно, от Америки, прежде всего. Но делают попытки выбиться в людей, это называется у них, выбиться в люди, стать такой же империалистической страной. Причем во многом, я думаю, даже бессознательно, до них просто доходит, что их сожмут, и вот их ведет судьба, так же, как и лидеров Ирака, и Ливии и так далее. Главарь режима Путин является ли он злейшим врагом трудового народа? Заслуживает ли он позорной смертной казни, как главарь марионеточного империалистического государства? Значит, президент Путин является представителем правящего класса в Ауразии. Он назначен им из-под средства так называемых выборов. И поэтому он является классовым противником рабочего класса. Превыборная программа КПР 2016 года с опорой на выборный фарс и правительство а-ля Примаков правильно считается? Вослякова можно ли их считать циничным обманом народа и пособничеством империализма? или есть там хоть что-то советское? Ну, могу сказать, что начнут конца. Советское есть по названию. По названию они оставили. По основному мы уже не раз это рассматривали. По своей классовой сути это мелко буржуазная партия. Нужно ли репрессировать, казнить всю российскую буржуазию и ее пособников? Вот вопрос с уважением Денисова Дмитрий Вопрос-то не так решается. Вот когда совершается революция, происходит национализация, строится социализм, то и класса капитализма не будет. Это не значит, что его уничтожают физически. Физически уничтожают тех, кто нарушает законов, соответствия со социальными кодексами и прочее. А так просто не будет класса капиталистов, будут все трудящиеся. Так, вопрос, по-моему, исчерный. Так, вопросов больше нет. Спасибо, Виктор Иванович. Значит, поступила просьба два выступающих. Первый, Герасимов Иван Михайлович. Иван Михайлович, пожалуйста. Вторая лекция Виктора Ивановича была очень познавательная. Виктор Иванович совершенно верно в качестве одной из предпосылок назвал существенных рост самосознания рабочего класса. Потому что без этого сколько не будет возревать условия капитализма экономические и прочее, они будут возревать, капитализм этот будет гнить, гнить, гнить без конца. Сам по себе социализм не установится. Вот сейчас, скажем, если взять в Советском Союзе была высокотехнологичная, передовая промышленность, оборонная в частности, это не спасло от ее деградации, от разрубления, от фактического уничтожения, можно сказать, во многом, при переходе к другому общественному устрою, хотя никаких объективных предпосылок для этого не было. И сейчас даже явно промышленность наша, доставшаяся в наследство от Советского Союза, монополизирована до крайности. Что это приводит? Крайнее завышение цен, откаты и, в общем-то, использование, несмотря на наличие отечественной промышленности, в том числе и военной отрасли, использование иностранных инжиниринговых фирм, на которые иной раз не жалеют никаких денег, туда дают. То есть, гнить это все может без конца и само по себе ничего не сделается. Надо предпосылки в том числе и в головах людей создавать. Потому что на самом деле то, что мы делаем, хотя мы, как материалисты, должны понимать, что и мозг наш это всего лишь только необычайно сложная материя и кроме материи в нашем мире ничего нет, а мышление и наш разум это свойство материи, не более того, идеи и так далее. Но и тем не менее, вот в человеческой жизни все начинается с идеи. То есть, приходят людям в голову идеи, конечно, они врунтаристки созревают, а тоже из определенных условий, и люди ее упрощают в жизнь. Конструктор сначала набрасывает уся в горове, что-то конструирует, потом переносит это на бумагу, потом это реализуется в металле. То же самое и здесь. Необходимо, чтобы люди осознали целый ряд вещей. Как писар Маркс в свое время он останавливался, почему Аристотель никак не мог понять значение слова стоимость. Он даже там, что же он такой, я такой умный, Аристотель такой дурак по сравнению со мной. Вот. И потом он там пишет, что просто надо было, для того, чтобы человечество осознало понятие стоимости, надо было, чтобы невозможность насильственного отчуждения труда облила, как он в Марксе написано, облила прочность человеческого предрассудка. То есть, облила прочность предрассудка, то есть, не критически усвояемого такого, что вот впитано с мураком матери, что вот для человека то, что он там сделал, отнять нельзя. Можно только обменять на какую-то эквивалентную стоимость, купить, выменить и так далее. И только после этого стало вот возможным осознать понятие стоимости. И вот надо, чтобы целый ряд моментов еще также облил прочность предрассудка. Например, такой момент, что только рабочий крас в игре своей партии сможет улучшить свое поражение вплоть до спорного своего освобождения. Потому что сейчас это ни в коей мере не является общепринятым такое мнение, тем более предрассудком. Сейчас это считают, вот, например, по выборам и товарищи коммунисты многие, хвост задрав, помчались на эти выборы и рабочие многие, ну, в массе своей народ что-то ждал от выборов. Ну, народ обронился, ну, а что вы хотели? Это иначе и быть не могло. Это совершенно наивно было, ждать что-то другого. Вот. И, соответственно, даже вот профсоюзы сейчас, скажем, профсоюзные активисты, они как? Что вот мы, вернее, профсоюзы как строятся? Вот, я член профсоюза, я прощу профсоюзные взносы, там 1%, за этот мой процент, за эти мои деньги профсоюз мне должен обеспечить некое подобие крыши, скажем так. Там он должен за меня там пойти поговорить с начальством, если чего, должен мне юридическую защиту обеспечить, и у Храмова даже доходило до того, что до забастовка, значит, он говорит, так, все расходитесь, мы тут профсоюз, руководство профсоюза проведем переговоры с начальством, а вы сидите дома и ждите звонка по мобильнику, вас вызовут, когда забастовка закончится, и вас призовут на работу. То есть, вот такие вещи, и рабочие это воспринимают нормально. То есть, они воспринимают себя не как субъекта, который пытается что-то делать сам, а как вот такой объект, где вот есть, когда он платит деньги, там вопрос решается. Он платит налоги, и Дума должна там за него что-то решать. Он платит в профсоюзу, профсоюзное начальство должно за него решать. Вот с этим надо коренным образом бороться. Ну и кроме того, надо, конечно, разъяснять людям, что такое социализм, что такое советская власть, потому что этого не понимают очень многие, или искренне не понимают, или что-то, что называется, придуриваются. Кто тут, например, Кагайкин такой выступает? Вот, я, моя дорога прямая тверда, я за восстановление Советского Союза по требованию граждан СССР, потому что уничтожение Советского Союза незаконно. Ну, ему там пытаются объяснять, что вот, а вот рабочих, как раз только это может сделать, его надо закаливать в забастовочной борьбе. Вы закаливайтесь, если хотите, нам с вами не по пути. Вот пошел какой-то Советский Союз устанавливать. Игорь, приходил к нам на Российский комитет рабочих, член Союза офицеров, и у него страница в контракте, Союз офицеров и всех преданных СССР, и значит, начат там, что рабочий день укорачивать не нужно. Хотя укорачивание, сокращение рабочего времени это одно из важнейших условий роста самосознания рабочего класса и подготовки его к той исторической миссии, которую рабочий класс должен осуществить. И он там, значит, и так прямо выступал против этого, что он понимает под преданностью СССР, что он за советский офицер совершенно непонятно. И таких очень много сейчас. И среди левых, и среди рабочих, надо сказать, мы вот сегодня утром раздавали газету УРАМО у станции метро Выборгская те, кто идут к 7, то есть рабочие, надо сказать, брали газету хуже, чем те, кто идут к 8. То есть там видно, что люди в очках, ученого вида, вот, они, так сказать, брали газету Байчея, как-то реагировали живее. А вот и как раз пока спит, и вот пробудить его это задача коммунистической партии. И, конечно, пробуждать его надо в первую очередь знаниями, качественными марксистскими знаниями. Поража руку на сердце, далеко не все, кто называет себя коммунистом, этими знаниями вродеют. Почему не действует закон стоимости при социализме? Вот выступил Михаил Васильевич, что вам сказали несколько ошибся в своей работе экономические проблемы социализма в СССР. Так прямо какой хай поднялся, что вот, кто такой Попов, Сталин был прав, конечно, действует закон стоимости. Поразила дискуссия с товарищем Огородниковым. Товарищ Огородников, ну вот, есть же товары, есть магазины, ну как же нет закона стоимости, как же не товарный... Ну вот, ну это, ну совершенно, ведь профессор, доктор, страшное дело. У меня, откровенно говоря, такой осадок остался, до сих пор это, переживаю с весны. И таких вещей очень-очень много. То есть, надо в первую очередь, вот, что такое советская власть? Вот советская власть в своем сочетании многим воспринимается очень позитивно. А в чем суть-то советов? А вот тут вот уже люди, и надо сказать, что это и в ленинские годы не смогло обрести прочность, предрассудка, что такое советская власть. Поэтому так легко от нее и отказались фактически единограссно. Поэтому уже так легко выкинули директатуру пролетариата единограссно фактически из программы партии позже, уже в 62-м году. Так что в 61-м, на 22-м съезде, да, это самое. Вот это такие вещи, то есть, здесь вот предпосылки, они в том числе и с точки зрения познания, с точки зрения осмысления, они, конечно, очень существенны. И вот то, что мы сейчас можем сделать, вот непосредственно мы здесь присутствующие, мы это должны по мере своих сил делать. Все, прошу прощения. Можно? Ой, можно. Ну уж. Спасибо. Так, записался у нас еще один выступающий, Денисов Димитрий Олегович. Димитрий Олегович, пожалуйста. Товарищи, как известно, капитализм не может существовать без ограбления и закабаления трудящихся. Ограбление и закабаление трудящихся это суть империализма, как бы он себя не называл, но это его суть. Капитализм не может существовать без обмана и одурачивания трудящихся. Потому что, если трудящиеся поймут суть капиталистов, они дадут капиталистам хорошего революционного пинка и вышибут их, лишат их и власти, и собственности. Именно поэтому капиталисты, и российские капиталисты, и зарубежные, они всячески и порабощают трудящихся, и их грабят. Одной из форм ограбления трудящихся капиталистами является рост цен на продукты, лекарства. Ну, вы все это знаете. Они также всячески дурачат при помощи телезомбоящика Пандоры, по которому нам рассказывают сказки про демократию, про то, что якобы рабочего класса нету в России. Только врут капиталисты. Рабочий класс в России есть. Капиталисты стремятся дурачить и обмануть трудящихся, сея вражду между трудящимися разных национальностей и стравливают их, чтобы сохранить свою собственность и власть. Они насаждают дурман религии и церковного мракобесия, чтобы опять же сохранить свою власть и возможность пограбить трудящихся. Это все суть капиталиста, суть империализма. На чем вот держится власть паразитов и эксплуататоров всего мира. Дмитрий Олегович, заявлено у вас выступление три минуты. Значит, товарищи, что нам делать? Ну, прежде всего, нужно разъяснять трудящимся суть происходящих и политических, и экономических, и социальных явлений в обществе, разъяснять необходимость, жизненную необходимость свершения новой пролетарской революции, разоблачать лживость и мерзость религиозного маркобесия, разоблачать лживость национализма, разоблачать лживость гнилой социал-демократии, вот это зюгановщина, которая очень ловко маскируется под коммунистов, но на самом деле является пособником нынешнего режима. нужно разоблачать лживость патриотизм, то есть нужно законить трудящихся социалистической революции. Записывайтесь, вы заявили три минуты, давайте три минуты соблюдать. Это же не я писал, вы же писали. Так, еще слово на выступление просил Малецов. Степан Сергеевич, пожалуйста, микрофончик. В свое время Владимир Ильич Лейн учил за каждыми за каждыми фразами, заявлениями, оценками разыскивать интересы тех или иных классов. Вот мы послушали лекцию, если применить этот метод, давайте посмотрим, вот интересы какого класса или какого социального слоя мы можем проследить от постановки и разрешения тех или иных вопросов. Вот рабочий класс, в чем заключается его коренной интерес? Усвобождение от эксплуатации, совершение социалистической революции. Мы услышали здесь про это? Как-то это отдаленно, это какая-то далекая перспектива. То есть, в принципе, да, но в настоящий момент времени пока еще идет становление, пока мы еще должны сплотиться и помочь отечественному производителю поднять промышленность до советского уровня, наверное, научить его правильно руководить экономикой и прочее, и прочее. Кто заинтересован в этом? В этом заинтересована, наверное, интеллигенция и какая-то часть рабочей аристократии. Отсюда мы видим и задачи, которые стоят. И эти задачи, вообще говоря, их нельзя реализовать, они утопические, потому что мы услышали, что нужно помочь возрождать промышленность и, с другой стороны, бороться за понижение рабочего дня, продолжительность рабочего дня, повышение заработной платы до некой стоимости рабочей силы, которую насчитали в 250 тысяч рублей, товарищи. А где капиталист будет развивать производство? Там, где дешевая рабочая сила, а не там, где она. Поэтому эта взаимоисключающая постановка задач, и там, и там, на двух стульях никогда не усидит. А интеллигенция пытается сидеть на двух стульях. Поэтому я с точки зрения рабочего класса считаю, что оно, лекция, выдержана в духе отражения социального положения от нить нерабочего класса. Спасибо. Степан Сергеевич, спасибо. Но надо, наверное, сказать, что задачу ставить, чтобы в лекции все услышать, это, наверное, сложно. А лекцию оценить надо то, что услышали мы. А она очень содержательная, емкая, и то, что мы услышим, и за это надо и ценить эту лекцию. Спасибо и ректору, и лектору. Разрешите нас. Вид? Разрешите нас. Да. И Виктор Иванович, вам заключительное слово, Я ожидал выступления Степана Сергеевича и предположительно ожидал, что будет сказано. Поэтому я готовился. Готовился заранее. Вот я специально это вам написал и расшифровал. Вот сейчас положение рабочего класса. И у нас вот, когда Родфронт шел на выборы, выдвинул известную логинку. Это индексация. Так вот, применительно вот к этим условиям. Одно дело, когда рабочий получает, скажем, 120 тысяч или 150 тысяч. Есть такие. Вот, пожалуйста, статистика может посмотреть отдельные отдельные представители. Ну, получалось 120 тысяч. Будет получаться 120. Через год 120. Это с учетом, как с индексацией реальной заработной платы. Как это назвать положение? Терпимо, я вот так назову. И совсем другое дело, когда люди получают меньше прожиточного минимума. То есть, они сейчас стоят в условиях, когда их фактически толкают кладбищу. Если будет индексация, он через год будет получать ниже прожиточного минимума, через год ниже прожиточного минимума. Поэтому идея индексации в конкретных реальных сегодняшних условиях это поддержка политики уничтожения рабочего класса. Но я думаю, что есть у нас предмет для обсуждения, и я думаю, конечно, споры будем искать истинно. А так я благодарю за внимание. Продолжение следует...